Всем привет, ребята! Меня зовут Компот и как же мы все с вами любим играть в игру Майнкрафт. Но есть небольшая проблема. Сколько же фейков об этой игре? Постоянно какие-то злые языки шепчут и говорят нам, а вот так можно в Майнкрафте, а вот так можно в Майнкрафте. Но сегодня я хочу разоблачить несколько популярных мифов о Майнкрафте. Поэтому сегодня мы с вами проверим 7 мифов о Майнкрафте. Итак, поехали! Первый миф. Королевские алмазы. Что ж, для проверки этого мифа я запустил абсолютно ванильный Майнкрафт. Поэтому мы с вами прямо сейчас зайдем и сыграем в креативе. Это обязательно. Больше никаких настроек мира я не делал. Давайте расскажу вам, в чем заключается миф. А миф заключается в том, что есть такие королевские алмазы, которые спавнятся прямо в бедраке. И их невозможно добыть. То есть непонятно, нафига они существуют, но ходит легенда, что если их добыть, что-то произойдет. И сегодня мы попробуем такие найти. Для этого я прописываю в чат гейммод 3 и, ребята, проваливаюсь прямо сейчас вниз. Вниз, 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 в самую глубь и иду прямо к бедраку, прямо к самому, к самому низу. И все, по сути, вот бедрок. И среди него нам нужно найти алмаз, который вот как бы зажат между бедроком, так, чтобы к нему нельзя было подкопаться. Пока что ничего интересного не наблюдаю, никаких алмазов не вижу. Опа, я вижу впереди алмазы! Нет, ребята, к сожалению, они не... Господи, как тут темно. И, к сожалению, нет, они не зажаты между бедроком, поэтому, как бы, да, ищем дальше. Ребят, я, походу, что-то такое нашел. Это, походу, алмаз. Так, срочно, давайте пропишем себе геймод 1 в срочном порядке и выпьем прямо сейчас ночного зрения. Теперь мы снова войдем в геймод 3 и изучим. Слушайте, походу, это королевский алмаз. Как я это понял? Смотрите, он весь, короче, давайте будем прямо сейчас к нему копаться. Он находился где-то здесь. Смотрите, тут у нас сплошной бедрок, то есть, логично, снизу к нему не прокопаешься. Вот, ребята, этот алмаз. Смотрите, он весь вокруг находится в бедроке, и, да, к нему абсолютно никак не прокопаешься. Тут был камень, но даже если бы мы сюда прокопались, мы бы все равно его не добыли. Вот так вот это выглядело. Да, ребята, он со всех сторон находится в бедроке. Офигеть. Так, ладно, окей, вот этот королевский алмаз. И давайте я прямо сейчас попробую его добыть, потому что, говорят, если его добыть, что-то произойдет. Готовы? Королевский алмаз, ломаем его и... И что? И что? Оп, я получил достижение и получил опыт. Ничего не произошло, ребята. Ну, в принципе, как я и ожидал. Да, как мы с вами поняли, действительно, такие королевские алмазы существуют. То есть, это просто такая, знаете, небольшая ошибка генерации, что алмазная руда спавнится вокруг прям в бедроке, и к ней никак не прокопаться, и ее никогда не добыть. Но это не значит, что он какой-то там королевский, и можно что-то там получить, если его добыть. Нет, вы ничего не получите, если добудете его. Поэтому миф разрушен, а мы идем далее. Второй миф. Переход на адских координатах. Итак, ребята, следующий миф нам гласит следующее. Что если мы телепортируемся по координатам 666, 666, то тогда мы попадем в место, где, если копнуть глубже, можно попасть в ад. Да, прикиньте, без порталов не нужно искать алмаза на алмазную кирку, не нужно добывать обсидиан, просто можно попасть в ад, просто так. Я это, конечно же, проверю, и давайте это прямо сейчас сделаем. Мы прописываем ТП 666, опа, 666, и телепортируемся. Ух ты, е-мое, где я нахожусь? Вот, обратите внимание, ребят, я себе портируемся по координатам 666, 666. Ну а теперь, ребят, если этот миф все-таки правда, вот ровно под этим блоком должен находиться подземный переход в ад. Я в это сейчас не верю, но давайте попробуем прямо сейчас его сломать и проверить. Вдруг там реально находится спуск в ад. Погнали! Ч-чего? Реально? Офигеть, это же... Это же... Это же обман. Да, ребят, это обычный монтаж, на самом деле, просто хромакей, ничего больше. Естественно, это миф, такого не существует, потому что, если бы это был не миф, это, конечно, было бы довольно-таки прикольно и интересно, но, к сожалению, нет. К сожалению, это просто выдумка игроков, сколько бы я тут не копал, давайте даже для чистоты экспериментов прокопаюсь прямо до самого бедрака. Ой, я уже думал, я реально в ад какой-то провалился, но нет, это обычная пещера. Ну и вот, сколько бы я не копался, ребята, я ни за что не попаду в ад. В ад в Майнкрафте можно попасть с помощью портала, и вот, пожалуйста, я прокопался до самого низа, никакого ада тут нету. И никакие координаты тут не помогут. Блин, ну мир, конечно, красивый мне попался, реально прикольный. Миф разрушен. Третий миф, рабочий телевизор. Так, жители, я уже бегу, я уже бегу. Капот, да где те черти носили? Где черти носили меня? Ну, в аду. Да, жители, короче, неважно, я там просто был в аду, проверял один миф, но сейчас я хочу разоблачить еще один миф, потому что кто-то в него до сих пор верит. Короче, это, наверное, уже миф все-таки, знаете, лично со мной связан. Потому что я помню, как я поверил в этот миф и повелся. Это было очень давно, но я вам хочу рассказать. Короче, на ютубе есть такой ролик, который вышел более 10 лет назад про то, как построить рабочий телевизор. И когда я только начал играть в Майнкрафт, я решил попробовать это сделать. И, ребята, попытался построить то же самое, что я нам показал автор в этом видео. Я построил телевизор, у меня нифига не заработало. Я очень сильно расстроился. Прям максимально сильно расстроился. Это было очень давно, я тогда не понимал, что меня просто обманывают. Но многие сейчас не понимают, что их просто обманывают. И сегодня я вам докажу, что рабочий телевизор без модов и командных блоков и прочих механизмов построить невозможно. В смысле? А зачем вы тут собрались? Я не понял. А кина не будет? Нет, жители, кина не будет. Будет только боль и разочарование. Короче, я буду прям повторять за тем чуваком из видео. И, прикинь, сейчас реально телек заработает. Я буду в шоке. Ребята, у меня все порушится тогда в голове. Ну, в общем-то, в видео он сначала ставит 3 нотных блока вот так. Ох, какая ностальгия. Ну ладно, хорошо. Ставит потом еще 2 нотных блока вот сюда и печку. Блин, я помню, как я смотрел этот видос 10 лет назад. Это было забавно. Как я могу в это поверить? Но кто-то до сих пор верит, поэтому как бы да, да, проверяем миф. А потом он брал и делал вот такую вот рамку из книжных полок. Вот таким вот образом. Затем он брал раздатчики и устанавливал их вот так вот. Не, ну согласитесь, ребят, согласитесь. Вот можно поверить в это. Выглядит как правда. Я не понял, кино все-таки будет? Да погодите. Что ж, а теперь финал. Мы ставим сюда кнопку и после нажатия должен включиться какой-нибудь мультик. Не знаю, что-то типа этого. Я нажимаю и нифига. Но ничего, у него видео тоже не с первого раза получилось. Он потом еще раз нажал. И по-моему, только если я не ошибаюсь, с третьего раза у него что-то получилось. И как видите, нифига ничего не работает. Сколько бы я не жал, потому что это всего лишь монтаж. Нас просто обманули. Это был монтаж. Я тоже так могу смонтировать. Смотрите, например, опа, и все, тут мой клип, компот, головы на завтрак, пожалуйста. Вот, смотрите, как бы, да, тут я. А миф разрушен. Четвертый миф. Портал в рай. Что ж, мы продолжаем рубрику моих нереализованных мечт, ребятки. И сегодня мы с вами пробуем попасть в рай. Я решил это записать тоже в своей деревне жители номер 13, потому что тут у меня не удался телевизор. И когда-то также где-то 10 лет назад у меня не удался портал в рай. Почему-то все тогда думали, что если есть портал в ад, то обязательно должен быть портал в рай. Ну, с одной стороны, это звучит логично, но у Майнкрафта немного другие планы на это. В общем-то, портал, в кавычках, в рай строился. Ребятки, на самом деле, это портал в горе и в разочарование. Но строился он вот так вот из света камня. И сюда выливалось ведро воды. И примерно вот такую картину я получал и расстраивался. И я тогда даже не подозревал, что портал в рай можно сделать только лишь с модом на рай, ребят. И я прямо сейчас это сделал. Смотрите, все равно ничего не работает. Потому что нужен мод. И нужно поставить вот такую вот штуку, чтобы телепортироваться в рай. Но создатели этого мода все равно как бы сделали так, что когда ты кликаешь ведром воды на портал, тебе пишут, типа, извини меня. Но как бы нужно создать вот такую штуку, а не порталом телепортироваться. Это миф. И когда я создал вот такую штуку, я могу тэпэхнуться. И вот я уже в этом мире. Какой-то чувак сидит, здорово, с тобой все нормально. Что-то ты какой-то не особо счастливый для рая. И вот мы находимся в раю в Майнкрафте, ребята. Я в него попал спустя столько времени. А так мечтал. Вот те самые легендарные облака, на которых можно прыгать. Пиу, пиу, пиу. И телепортация происходит так же кликом по костру. Все, пожалуйста, и никакие тут, извините меня, ведра воды не нужно разливать возле этого портала. Миф разрушен. Пятый миф. Рыбак. Мне тут рассказали, что оказывается можно ловить рыбу за границей мира. То есть смотрите, вот у нас граница мира. Я туда не могу пройти, ничего не могу сделать, ничего тут сломать тоже не могу. Предмет туда выкинуть тоже не могу. А вот якобы поймать оттуда рыбку я могу. Мне что-то кажется, что это полная фигня. Я это еще не проверял. И да, мне кажется, это полнейшая фигня. Ну давайте это прямо сейчас проверим. Но для начала я сделаю себе небольшой такой, знаете, отступ. И закидываем удочку прямо за стену. Ну, в принципе, что я и говорил. Удочка просто врезается в стену и как бы все. Но погодите, давайте проверим. Может прямо сейчас вот эти вот, знаете, капельки, когда рыба ловится, проплывут вон оттуда к нам. Прямо из границы. Так, погодите. Я наблюдаю внимательно. Откуда же приплывет рыбка? Оттуда или оттуда? Так, ребята, и рыба плывет. Она приплыла вот отсюда. Давайте еще раз вам покажу повтор. Небольшой замедленный вот видите на экране, что прямо сейчас вот она проплыла вон оттуда. Короче, я думаю, что логично, что рыбу нельзя поймать из-за границы. На той она граница. Чтобы туда не пройти, не пролезть, ничего не сделать. Миф разрушен. Шестой миф. Модный снеговик. Многие говорят, что якобы на снеговика заместо тыквы можно надеть голову. Свою голову. И давайте прямо сейчас это проверим. Для начала из барьеров я построю такой, знаете, небольшой загончик для снеговичка нашего любимого. Дальше ставлю два блока снега и тыкву. Та-дам! Получился самый обычный ванильный снеговик. Так, давайте вот так вот теперь его сверху закрою. И теперь я ломаю один блок. Прямо на уровне его головы. Теперь я должен взять ножницы по инструкции и отрезать ему тыкву. Все, пожалуйста, у нас теперь снеговик с добрым лицом. Теперь я якобы должен взять поршень и поставить его вот таким вот образом. А сюда я должен поставить голову. Я даже свою не буду ставить. Давайте поставим обычного стилка. Блин, это ерунда какая-то, ребят. Серьезно вам говорю. Давайте для начала промо кликнуть на него. Не, на него так просто не надевается голова. Мне кажется, это реально просто невероятная ерунда. Я, конечно, это проверю, но давайте проверим. Так, нажимаем и... Ну, в принципе, как вы могли заметить, ничего не происходит. Голова просто-напросто ломается. Как бы я ее не поставил, не знаю, даже если я ее вот так вот поставлю лицом туда, пожалуйста, ничего не произойдет. Она просто упадет. И с таким же успехом на снеговика нельзя надеть тыкву. Короче, миф разрушен. Седьмой миф. Серобрин. Какая красивая деревня. Вы посмотрите, как она идеально встала. Офигеть. Мне очень нравится это место, ребят. Я никогда такую красивую деревню не видел. Посмотрите. Посмотрите. Это прям красота. Красотулечка красотищевная. Офигеть. Так, ладно, о чем это я? Что-то я немного отулекся. Просто нашел очень красивое место и не мог вам его не показать. Это какая-то, знаете, такая зимняя деревенькая на замерзшем озере. Блин, я вам сид показываю, извините. Ребят, вот такой вот сид. Кто хочет, переписывайте. Идите сюда, сейчас координаты покажу. Вот, ребят, координаты. Просто приходите сюда. Я вам все показал. Надеюсь, за это лайк. Но деревня просто офигенная. Я такого никогда не видел. Так, ладно, опять у нас Херобрин. Многие до сих пор верят в этого персонажа, потому что это самый крупный миф в Майнкрафте. Я не мог его не включить в этот топ. Даже несмотря на то, что он довольно-таки заезженный. Короче, все говорят, что если построить вот такую вот постройку, я даже при нее как-то раз снимал сюжетное видео на своем канале. Если ее поджечь, ребята, то призовется Херобрин. Но перед этим должна ударить молнию, но, естественно, ничего не произойдет. Потому что Херобрина в Майнкрафте нет. Многие говорят, что нужно построить вот такую вот постройку, чтобы призвать Херобрина. И вот так вот ее поджечь. И тоже нет. Но есть еще третий тип людей, которые говорят, что если построить вот такую вот постройку, то Херобрин точно придет. И нет. Как видите, я уже построил три постройки, а никакого Херобрина нет и не будет, ребята. Кто мне не верит и все-таки думает, что Херобрин действительно существует, то советую вам посмотреть ролик на моем канале, который называется «Существует ли Херобрин в Майнкрафте?» Большое расследование. В этом ролике я прям провел крупнейшее расследование и доказал всем, почему Херобрина действительно не существует. Я думаю, там я звучал довольно-таки убедительно, со мной согласилось много миллионов человек. Поэтому, ребята, советую вам посмотреть это видео. Только смотрите его внимательно. Ох, ребят, какое же это все-таки красивое место. Я даже не хочу включать день для того, чтобы с вами попрощаться, потому что место красивое, и я хочу попрощаться прямо под закат. Правда, он уже проходит, но это не помешает мне это сделать. Что ж, ребята, сегодня я вам показал 7 мифов в Майнкрафте, в которые многие верили. Но, надеюсь, теперь вы будете проверять информацию, да, не вестись на всякие мифы. Но, с другой стороны, без мифов игра была бы не такой интересной, и я бы не выпустил это видео. Но теперь-то мы с вами во всем убедились, теперь-то мы с вами все знаем, а вы не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Всем удачи, всем спасибо, всем пока, ребята. А, летает!